Сегодня 4 октября 2022 года, московское время 19 часов 6 минут. Мы начинаем круглый стол второго дня конференции, российской конференции холодной трансмутации ядер и шаровой молнии. Начинаем. Председательствовать у нас будет сегодня Анатолий Иванович Климов на этом столе. Я ему передаю слово. Толь, включай микрофон, пожалуйста. Спасибо, Валерий Николаевич, за предоставленную такую почетную возможность. Уважаемые коллеги, первое, я опять обращаюсь ко всем. У нас круглый стол, это, так сказать, в стадии становления. Поэтому все помогайте. Ваши советы, как конструктивно все это сделать, чтобы оно работало с пользой для всех. И желающие могли, значит, обсудить, ну, не все вопросы, которых сегодня, их было много, так сказать, на нашем, вот, значит, конференционном дне, вот, выбрать, но несколько, да, злободневных вопросов, которые мне, так сказать, ну, сейчас я попробую и сформулирую сам. Вы меня дополните этот список, значит, чтобы их было немного, но 3-5 вопросов от силы, значит, и в конце мы подведем, сделаем все-таки некое заключение, так сказать, общее коллективное, к чему мы пришли, так, общее коллективное решение. Ну, и второе, значит, ну, давайте у нас как-то все, есть люди забытые, значит, и слабо участвующие, значит, они могут обидеться, что не выступают. Поэтому я в первую очередь буду давать слово тем, кто, ну, по крайней мере, вот, относятся ко второй группе, значит, они не смелые или, так сказать, вот, поднимают руку с запозданием, значит, но важно, чтобы они тоже проснулись и начали работать, и их голос тоже должен быть услышан. Вот смотрите, значит, я предлагаю, значит, ну, это мое личное мнение, значит, а дальше вы дополните. Ну, есть очень важных много вопросов, мне кажется, злободневных, значит, ну, на первое место, как ни странно, для всех я бы поставил то, что волнует всех экспериментаторов в первую очередь, ну, это биозащита. И понятно, что, вот, Виктор Панчелюга, он затронул такие болезненные, значит, вопросы, значит, которые хотелось бы пообсуждать поподробнее. Значит, это, ну, это не просто там вот мое желание, это необходимость всех руководителей экспериментальных групп заботиться о своем персонале в первую очередь. Чего там, эти планарии там всякие, мы имеем дело с живыми людьми. Второй вопрос, который мне хотелось бы, значит, уделить внимание, и он важный, мне кажется, чрезвычайно важный с двух сторон. Это выступление вот Михаила Каченко, он затронул два вопроса. Это вот вопрос о создании вот этой а-ля Куперовской пары, которая могла бы, так сказать, вот, ну, действительно, если бы она была такая, я тоже согласен, что тяжелый электрон и Куперовская пара, это два момента, которые могут решить всю проблему, так сказать, холодного синтеза, всю. Но вот вопрос заключается в том, что как получить вот реально и реально ли это получить вот этот, так сказать, значит, вот этот подход а-ля мезонного, в котором требуются утяжеленные частицы по сравнению с электроном, вот, должно быть. И тогда вроде Мён накатались на пробитой линии, все понятно, ну, что тут мудрить-то? Значит, это второе вещество. У него вот в докладе, значит, вот в теории, значит, есть, мне кажется, пробелы, надо их пообсуждать. И человек, он упертый, но вот мне казалось бы, ну, все-таки конструктивная критика могла бы как-то нам всем встать на ноги, так сказать, правильно. Поэтому обид не должно быть никаких, ну, и оскорблений не должно быть. Значит, второй момент, ну, это вообще фантастика. Если они действительно получили вот те сигналы с времяпролетного масспектрометра, о которых Михаил рассказывал, ну, это фантастика, это переворот, так сказать, всех представлений наших, вот. Но тут есть простые вопросы, так сказать, ну, на понимание, может быть, мы не совсем все поняли. Значит, вот этот вот момент в масспектрометрии, он, конечно, масспектрометрия решает многое, ну, и запутывает многое. Это всем известно, кто занимался той или иной масспектрометрией, значит, вот их методов есть несколько. Прежде всего, это с возбуждением ионов, генерацией и получением ионов. Это вот второй вопрос, безусловно, важный. Ну, вот Чижов Володя тоже затронул злободневную тему, мне кажется, так сказать, ну, чего-то надо пообсуждать, так сказать, вот все рвутся там в терраватные энергии, там странное излучение. Может быть, это не стоит тех затрат, усилий. Но это вот давайте пообсуждаем, значит, это вершина Азбурга, есть они, да, но их немного. Эти частиц, которые, так сказать, ну, их трактовать-то можно по-разному. Я просто готов показать свои собственные результаты, которые у меня есть. Еще раз, я за докладывание. Это вот результаты по вот этим всяким следам, траекториям, трассирующим вот этим траекториям, странным траекториям, даже не странным излучением, а странным следам. Будем говорить так, откровенно, значит, что за ними, так сказать, что за, вот, за этим стоит, ну, давайте еще раз пообсудим. Три уже, значит, вот, четвертая, ну, вот, Ирина Борисовна, значит, интересная тоже, мне кажется, значит, вот, выложила, значит, результаты, вот. Ну, хотелось бы уточнить, там вопросов больше, чем, значит, в общем, сама, вот, сам, и со самой вывод ее работы, ну, безусловно, очень важный и интересный. Но, как всегда, так сказать, давайте посмотрим по критичному, так сказать, могут ли быть там какие-то возможные ошибки, и, значит, вот, ну, покритиковать немножко. Значит, вот, по сути дела, четыре я назвал, может быть, еще парочку кто-то назовет вопросов, и мы перейдем уже, так сказать, к рабочей повестке дня, к обсуждению. Пожалуйста. Да ты и так очень много вопросов назвал, вот, сегодня я бы предложил наш круглый стол, как бы не затягивать, как вчера, там, вчера полтора час сорок даже это было, потому что, вот, у нас был удлиненный, по сути дела, на 45 минут удлиненная вот эта вечерняя сессия, ну, караул устал, так честно, я так честно скажу. Ну, кто устал, может выйти, а никто не заставляет, а лишь бы ты нам оставил время поговорить. Это самый важный, на самом деле, момент, ради чего мы собрались. И если это все комкать, то, ну, тогда и не надо, это круглый стол. Ну, ладно, я свою точку зрения, потому что у нас круглый стол еще и завтра будет, там, и так далее. Я свою точку зрения, что сегодня, может быть, замахиваться на все вопросы, может быть, и не стоит. А все уставшие просто могут уйти, и все тут же. Ну, конечно, ну, что там, мы же не на все вопросы замахиваемся, мы рассматриваем сегодняшние доклады, и только. Ну, договорились, что на круглом столе мы будем акценты делать на... Ну, хорошо, ладно, вы меня покритиковали, молодцы, так? Вот, если позволите, я вот начну, ну, я вот из доклада, ну, во-первых, я один из авторов доклада с мышами вот этого. Значит, я напомню еще раз, что, значит, на самом деле первый доклад на эту тему делался уже теперь два года назад, на конференции 2020 года. Но результаты были получены раньше, вот, то есть этому уже примерно три года. История тут такова, что, этого вопроса такова, что вот мы, ну, я тут похвалюсь немножко, потому что вот инициатором проведения этой работы выступил я, потому что вот то, что я наблюдал, те особенности, которые в нашей лаборатории происходили, в лаборатории Климова. Я тогда, я остановил в 2019 году все эксперименты по никель-водородным реакторам в нашей лаборатории и сказал вот Дмитрию Баранову, моему коллеге, значит, вот, и моему партнеру, вот, соратнику, что пока мы не разберемся с неизвестным излучением, то мы возобновлять эти очень перспективные исследования мы не будем с никель-водородными. Они чрезвычайно перспективны. Я считаю, что это одно из самых перспективных направлений. И вот эта вот работа, которую Панчелюга тогда делал уже три года назад, и элемент, новый элемент, который он сегодня рассказывал, это было три года назад сделано впервые. А вот в этом году он поместил в мышей, вот он это, я из него посудил хлещами, вытянул, он так сложно излагает обычно, что вычленить какой-то вот такой сухой осадок бывает непросто, очень все сжато. Так вот, мышей поместил в такой стакан, который обмотан был вот этим шлангом, по которой идет пар, как мы считаем, с неизвестными частицами и с неизвестным излучением. И надежда на то, что таким образом там удастся что-то получить, в общем-то, никаких не было. Но оказалось, это не так, и действительно, мыши на это проагировали. Вот это очень важно. Таким образом, мы можем сказать, что я уже говорил, что у нас пар переносит частицы неизвестного излучения, но они при этом еще могут и теряться из этого объема, и теряются. И вот это, по сути дела, зафиксировано из объема, я имею в виду из этого шланга, по которому они транспортируются. И вот это один из физических таких, не биологических, а физических аспектов, который зафиксирован Панчелюбе и его коллегами. Значит, еще об одной вещи хотел сказать. Вот этот вот, у них методика очень интересная. Они, я сначала думал, что они, ну как-то вот как казалось, вот давайте посмотрим, облучим мышей и посмотрим, ДНК как-то там поменялось, еще что-то там поменялось. Вот, у них есть такое понятие, вот эта вот методология адаптивного ответа. Суть, я напомню, в чем она состоит. Суть состоит в том, что если небольшой дозой облучить, например, мышь, можно и человека, но и мышь, то он как бы в себе создает некоторый фактор, непонятный даже биологам, который позволяет ему выстоять вот в очень жестких, более жестких условиях там рентгеновского излучения, которые вот они там полтора грея, значит, дают дозу, а доза огромная там, доза огромная, как вот нам Шишкин подсказал, что это в три раза больше, чем доза, типичная доза годовая, вот для стандартного какого-то работника там атомной промышленности. Это получается буквально за очень короткое время этой мышью. Ну вот я тут вот что хотел сказать, что и вот идея, о которой Панчелюра не говорил, она, я ее выскажу. Значит, вот в докладе, который я предоставлял вчера, и он, этот доклад как-то был смазан, потому что немножко там я подустал, наверное, и время было мало-мало, все было очень сжато, я там согласился два доклада, чтобы дать другим время, два доклада сжать в один, поэтому голову по Европе было. А суть вчерашнего доклада состоит в том, что неизвестные частицы создают условия, при которых рентгеновское излучение поглощается. Вот я напомню, поглощается. Я считаю, что в лабораториях, в которых мы работаем, вот эти неизвестные частицы, они оседают на потолки, на стены, на полы, в углах в основном собираются. И вот фоновое излучение, которое идет из космоса в первую очередь, вот они поглощают, и поэтому мы регистрируем пониженный фон. Поэтому, сейчас поймете, к чему я наклоню, поэтому, возможно, мышь, которая находилась на вот этих экспериментах, там в этом стакане и облучалась этим неизвестным излучением, она, эта мышь, она, значит, вот на ее шерсть осела. А это очень любят диэлектрические поверхности. Я сейчас не буду, у меня теория есть на эту тему, диэлектрические поверхности. Она по ним ползает и глубже уходить совершенно ей не хочется. Я даже скажу, почему. Потому что именно на поверхности магнитное поле у любого материала максимально. А эта частица магнитная, она в зону максимума поля всегда влезает. В минимальное поле она не пойдет. Поэтому биологи считают, что там какой-то фактор у нее возник. А вот я такую еще идею могу предложить, что это мыши покрылись, значит, этим веществом. Вот с физической точки зрения оно, это вещество, оно экранирует, оно мышь защищает. И, кстати, это, возможно, одна из причин, почему мы не регистрируем жестких рентгеновских излучений в тех условиях, когда этих частиц много. А вот как она сама по себе, когда она залезает в организм и действует на организм, не излучениями, а сама по себе. Вот это вопрос. И я думаю, что она влияет по-разному. В некоторых малых количествах очень позитивно, а в больших количествах она очень негативна. Это очень мощный окислитель. Сейчас тоже не буду, значит, говорить, почему. Почему я так думаю, что какой-то позитивный эффект есть. Потому что вот я хотел это сказать, когда просил Анатолию Ивановичу дать мне слово, но он меня не дал, как жесткий председатель, он молодец. И я просто видел, они все разбежались куда-то по сторонам. Вот эти мыши, когда мы установку выключили, это было в экспериментах Анатолия Ивановича. Вот мыши обдувались потоком, по сути дела, который прошел через разряд. Там огромный шум, там такой треск, там свет и так далее. И вот когда выключили все, знаете, что стало происходить? Мыши стали лезть на верхнюю часть клетки, на вот эти прутья цепляться. Но смысловый, как будто им хотелось еще больше получить этого воздействия, которое вот они получали в ходе вот этого разряда. Вот такой удивительный факт. Я еще хотел поговорить по Кащенко, но я говорю уже и так очень много. Поэтому, друзья, спасибо. Вот я затравку такую дал на дискуссию. Да, спасибо, Валерий Николаевич. Значит, ну тебе могу сказать, что ты выступал почти 10 минут. Ну, в общем, давайте так, стараться укладываться в 5 минут. Поэтому попытайтесь все говорить кратко, научиться. И, так сказать, самое-самое главное. Вот теперь я вот уже, наверное, задаю вопрос как председатель и Панчелоге Виктору, и вот Валерию Николаевичу, который затронул болезненную тему. Значит, скажите, пожалуйста, вот все-таки, почему вы эти методы взяли довольно сложные, вот адаптивного воздействия на животных? Вот мы, когда с крысами делали в Питере, есть такая организация ГосНИИПП, это военная организация, значит, они вот много, значит, вот с биоматериалом работали после Чернобыля. Имеют огромный, колоссальный опыт. Так вот, то, значит, на что они обратили внимание, вот тоже сажали крысы под этим, под реактором, это прежде всего воздействие на кровеносную сосуду, это систему, значит, сердечную систему, вот там, где есть сосудистые, так сказать, вот вещи. Ну и, значит, вот, значит, на нервную систему в том числе, значит, вот были обнаружены, я говорю, мини-инсульты, мини-инфаркты у большинства крыс. Значит, почему вы выбрали только такие вот методы, значит, ну, я не знаю, как биологи их называют, значит, вот, ну, связаны, насколько я понял, с анализом, значит, крови по каким-то... Мы же физики, мы не очень понимаем, что это за ядрышки там какие-то, как вы их вычленяли одни от других, что это за метода, так сказать, значит, и все-таки, если ее продолжать дальше, эти исследования, вот что, значит, на что надо обратить внимание дальше-то, так сказать, ну, посчитали вы эти ядрышки, эти внутри клетки. К чему это может привести функционально, к каким расстройствам у человека, у персонала? Валерий Николаевич, можешь что-то сказать? Ну, это не ко мне вопрос, к Панчелюке, скорее всего, он здесь присутствует, пожалуйста. Виктор, Виктор, просим. Ну, я в своем предыдущем докладе про другие методы рассказывал. Вот, сегодня я специально это упустил, то есть вот в том отчете, который я вам всем разослал, там это все приводится, но чтобы как-то не затенять. Потому что мне кажется, что вот на данном этапе очень важно понять, что у нас есть какое-то воздействие, почему именно адаптивный ответ, это один из методов, который используется, ну, в каком-то смысле в виде такого детектора биологического. Не, ну, это высший пилотаж, понимаешь, нам бы в чем-нибудь попроще. Очень, очень слабых воздействий. Ну, это... Вот, обычно мы, да, мы смотрим и кровь, и там печень, селезенку, то есть вот все эти анализы. Вот эти органы, они оказались в норме или все-таки что-то вы заметили? Нет, вот в том материале, который вот с вашей лаборатории, эксперимент, там каких-то, ну, очень ярких отличий не было. Ну, вот, то есть какие-то были, но сказать, чтобы что-то было такое очень сильное, четкое, нет, поэтому... Вот смотри, ты, наверное, знаешь, что мы продолжали с Валерием Николаевичем эксперименты с Татуром. Да, я говорил про... Ну, вот Татур и его команда обнаружили, что рвутся полимерные связи. Об этом говорят также вот эти датчики SR-39, которые, по сути дела, это полимерные некие материалы, которые, ну, разрушаются. Деструкция полимеров идет. Вот такие, ну, это серьезное изменение, так сказать. И вот мне говорили военные, что первое поражение, которое вот на все подряд излучение, значит, вот это прежде всего вот воздействие на глаза. Катаракта развивается прогрессирующей, так сказать, страшной силой. У мышей, как раз у мышей. Вот что-то про глазные заболевания. Ты там ничего не планируешь делать с точки зрения воздействия, значит, на слизистую оболочку. Анатолий Иванович, вот как я понял ответ Панчелюги и как он в обсуждениях каких-то с ним предыдущих, они рассматривают, и в чем-то они правы, наш вот этот вот, вот эти наши эксперименты с разрядами, они все-таки вот в той форме, которая сейчас есть, они все-таки создают достаточно малое воздействие, и поэтому нужны тонкие методы. Вот, вот, по сути дела, если коротко его сказать, у нас ведь на самом деле вот в нашем комьюнити есть человек, вот Шишкин, его сегодня нету, он спит уже, он очень ранний, ранний пташка, он ложится там рано спать. Вот, вот, он в свое время проводил эксперимент с крысами, не с мышами, а с крысами, которых он располагал прямо рядом, бутылки такие были пластиковые, в эту пластиковую бутылку сажалась крыса, в пластиковой бутылке конец был отрезан, у нее голова торчала, а сама вылезти она не могла. Вот, несколько штук этих крыс он сажал около, около разряда, вот, и потом исследовал этих крыс, исследовали именно вот таким методом, Анатолий Иванович, который ты говоришь. И вот первое, что они говорят, что у них вот алая кровь, то есть кровь, которая совершенно не это самое, не воспринимает кислород, вот, у них такая, вот такая получается, первый результат, у них и полное разрушение, значит, вот, своими словами, как я вот это помню, о чем он мне говорил, и разрушение этих легких у этих крыс происходило. Вот, прямые. Такая странная вещь, вот, были, вот я пончелюбе сейчас говорю, были зафиксированы очень мощные, в зонах около разрядов, очень мощные воздействия, а вот пончелюба говорит, что наши воздействия маленькие. Нет, я знаю этот эксперимент. Подождите, 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 Виктор, давайте, так сказать, все-таки, чтобы не мешать друг другу, значит, вы хотите чего-то сказать, Валерий Николаевич, правильно? Ну, по поводу этого эксперимента, я уже говорил, вот, в прошлый раз, что, вот, при такой постановке и при такой фиксации, эти крысы, они испытывают жесточайший стресс, который может привести вот к тем результатам, вот, к той алой крови, которая наблюдается. Ну, ты сейчас специально консультировался с биологами и... Не, ну, воздействие там, понятно, стрессовое, это, ну, давай все-таки... Тут, 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 тут еще, вот, каждый эксперимент, Анатолий Иванович... Вот этот фильм, который, это вот действительно военным, это 12-й НИИ, значит, показывал нам, о котором говорит Валерий Николаевич, это есть фильм от Министерства обороны, в котором вот эти вот крысы прямо там показаны, как они испытаны на коронный разряд. Казалось бы, ерунда по сравнению с нашими. Там энерговклад, плотность тока, очень-очень маленькие, понимаете, значит, ну, единственное, что там они плодят, озон. Но, тем не менее, воздействие было зафиксировано огромное, а если в наших реакторах воздействие столь слабое, что требуется высший пилотаж, правильно я вас понял, вот, вектор? Нет, все не совсем так, то есть в ваших реакторах тоже воздействие огромное, и вот в том, что делал Шишкин, воздействие огромное, но это воздействие в первую очередь вот этих факторов, которые сопутствуют разряды, электромагнитное излучение, какие-то корпускулярные излучения, озон, оптическое излучение, акустическое излучение, вообще как бы там уши режет. Вот моя цель, как я ее вижу, мы же не говорим о том, что давайте мы еще раз изучим вот эти все перечисленные факторы. Они изучены, и можно взять книжки и вот как бы разобраться, как это действует. Ну, худо-бедно изучены как-то. Подожди, подожди, подожди. Мы пытаемся, позвольте, я закончу, выделить вот этот новый для нас фактор, который мы называем странное излучение. Ну, может быть, вы неправильно делаете, выделяя таким образом странное излучение. Понимаете, какое дело? Тут же надо понять, вот, допустим, вы говорите, там, известные факторы, типа, ну, допустим, рентген. Но с нашего реактора он не выходит, надо специальное ухищрение, чтобы вывести оттуда. Его много, но он мягкий рентген, и он проходит всего 5 сантиметров по воздуху. Понимаете, так сказать, в зоне ваших, вот, этих, вот, значит, мышей с клетками, там его нету. И надеяться на то, что он повлияет, нельзя. А вот то, что, допустим, СВЧ… Ну, мягкого рентгена нет. СВЧ, СВЧ, оно там никаких своих сопутствующих нет. Ну, вот, недавно наши ребята с института ездили в 12-й институт, им показывали, значит, как воздействует СВЧ, мощное СВЧ, на живые организмы. Вот, но там видно было, я опять же говорю, что первое, что было, поражалось, это вот, создавалось у всех животных, катаракта развивалась моментально. Вот, я могу сказать, ну, вы кончаете, да, и потом. Я еще раз, то есть вы, Анатолий Иванович, вот, пытаетесь посмотреть какое-то вообще вот комплексное воздействие, допустим, ну, тогда мы должны говорить, что вот есть реактор, допустим, который в вашей лаборатории, мы изучаем комплексное воздействие вот всех факторов, которые генерирует этот реактор. То есть можно ставить задачу таким образом. Именно таким нас интересует в первую очередь, потому что надо защиту обеспечить, защиту в первую очередь. То, о чем я говорил в докладе, то есть мы пытаемся выделить вот этот новый фактор и понять, как он действует на биологическое… Но мы же не знаем, что такое странное излучение, как его концентрировать, как выводить из реактора. Но то, что вы делаете, возможно, это самый плохой метод, который можно себе представить. А вы сразу ставите сознательный эксперимент воздействия странного излучения на живой объект. А нам это не надо. Тогда задача сводится к тому, что у нас есть 50 участников конференции, у них у каждого есть свой реактор, и у нас есть 50 задач. Нет, у нас есть реактор, который называется реактор холодного синтеза. И с ними мы работаем. Именно название конференции такое, а не со странным излучением. Нет, каждый реактор, то есть то, что, допустим, у Александра Георгиевича, вот его никель-водородные системы и у вас, это совершенно разные спектры действующих факторов. Можно ставить так задачу, я не против этого. Давайте дадим слово по этому вопросу остальным участникам. Кто хочет высказать по биозащите, по биозащите? Вот давайте я бы, если вам интересно, я бы мог рассказать, где я видел… Пархомов, вы поднимайте руку, поднимайте руку. Нет, это я не особое выступление, а я просто добавляю к тому, о чем шла сейчас речь. Нет, но все равно добавление давайте по очереди. Давайте по существованию. Нет, почему это? Это неправильно, потому что если я буду… Подождите, коллеги, 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 подождите. Ладно, тогда я не буду выступать. Смотрите, у меня сейчас на экране порядка пяти участников, которые ждут своей очереди. Поэтому, значит, ну давайте держаться, так сказать, демократией. Ну, смотрите, вот вчера было очень хорошо, мы, вот каждый выступающий, потом после него было обсуждение. Собственно, вот и сейчас так началось. Нет, я только прошу, Саш, чтобы выступая, вот если ты хочешь выступить, поднял руку. Ну, я и отодвинусь в самый конец. Ну и хорошо, вот дадим сейчас у Анатолия Бутина. Ну, давайте послушаем Александра Георгиевича, мы больше припираемся. Нет, подожди. Да, я тоже поддерживаю. Толь, Толь, ты не обижайся. Я плохой председатель, но я сторонник того, что вот люди стоят в очереди. Анатолий Никитин, пожалуйста, если по этому вопросу есть что сказать, говорите. Так, я второй день пытаюсь пробиться, чтобы задать вопрос Михаилу Кащенко, если вы мне позволите. Нет, подожди, 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 стоп. Все, тогда я вообще выхожу искать совет. Подожди, нет, я сказал, что сейчас обсуждается вопрос биозащиты. Все, все, я выхожу из конференции. Кащенко будет следующий. Кащенко будет следующий. Кто по биозащите хочет высказаться? Вот, пожалуйста, Евгений Михайлович. Значит, по биозащите первое. Значит, если вы хотите корректно проводить опыт по воздействию слабых каких-то воздействий на биологический объект, первое, что надо сделать, это смотреть его помет. То есть, по крайней мере, пятый помет. То есть, это пятое поколение. Если вы до пятого поколения не добираетесь, значит, там очень серьезные вопросы. Почему? Потому что, например, на гептили, когда вопрос стоял по ДК-дозах, значит, соответственно, находили препараты, которые давали там вроде хорошие результаты. Но на втором помете все заканчивалось. Понимаете, что тот вопрос в первую очередь бьет по половой функции. Это первое. Это существенное замечание. Помет – это вы имеете в виду поколение, да? Поколение, но это называется помет у них. Значит, существенный момент еще один серьезный. В этих экспериментах, связанных с этим излучением, которое вы называете странным, в общем, оно, в принципе, вполне определенное, и его можно измерять. Вопрос в другом, что нельзя ставить рядом два блока, которые расположены рядом с излучателем. То есть у вас контроля не получается, потому что это излучение спокойно проходит через металлическую толщину стенок. И в частности, вот, значит, на эксперименте с Зателепиным, значит, эта штука проходила через 10-миллиметровый стальной корпус, и на расстоянии 2,5 метра оно фиксировалось. Понимаете, что это, то есть его для, те, значит, элементы, которые считали, что они защищаются, значит, там на самом деле никакой защиты не было. И у вас оба, значит, блока с этими крысами или мышами, там кто был, они подвергались одинаково практически. И если посмотрим на результаты, там очень маленькая разница в результатах на самом деле. То есть надо… Евгений Михайлович, а чем смотрели? Кто в смысле? Вы говорите, вы смотрели странное излучение. Я смотрел своим прибором, я это вижу просто-напросто. Я вижу колебания среды. Поэтому я могу об этом говорить. Имею право. Я могу показать, любому прийти и доказать, что это так. Евгений Михайлович, я добавлю, вот, Виктор, у него есть свой прибор, мы его называем. Я очень хорошо знаю этот прибор. Но мне просто… И интересно вот какая-то доказательная база, что это именно странное излучение. Это странное излучение, потому что электромагнитное излучение на этот прибор не воздействует. Во-первых. Значит, во-вторых, я… Ну, так, 27-го числа прошлого месяца был большой семинар на, значит, Улевича. Там на три часа был доклад и обсуждение этого всего. В принципе, у Валерия Николаевича есть. Нет, давайте, Евгений Михайлович, не отвлекайтесь. Значит, вы сказали… Я не отвлекаюсь, я говорю о том, что можно мерить все это дело. Мы не говорим про датчик ваш. Это отдельная тема разговора. Я не про датчик говорю, я говорю о том, что эти вещи можно мерить. Вторая вещь. Я могу сказать, что является препятствием для этих излучений. Для этих излучений хорошим препятствием является стекло-текстолит, текстолит, то есть те структуры, которые имеют слоенную, такую многослойную структуру, то есть переплетенную многослойную структуру. И желательно, значит, иметь разный уровень ячеек в этой структуре. Соответственно, этому, значит, эти… Я, причем, это на приборе вижу, что это реально задерживает вот эти излучения и эти сигналы все. То есть это вот конкретный пример, конкретно могу доказать. Так, спасибо. Кто еще имеет желание высказаться по вопросу биозащиты? Я бы хотел, Антон Ильич. Это кто сказал сейчас? Это Михаил Кащенко. Ну, пожалуйста, Михаил, как ваше отчество? Петрович, да Михаил можно просто. Да, Михаил Петрович, пожалуйста, покороче, а то мы уже начинаем. Ну, вот я просто слушаю. Значит, вы сказали одну правильную, совершенно ключевую фразу, которой я придерживаюсь с самого начала, что если мы понимаем, в чем дело, то мы понимаем все. Так вот, биоизлучение мы тоже понимаем как странное излучение. Поэтому я не буду тут долго разводить. Значит, просто вывод. Я довольно много по этому поводу написал уже, а скажу только вывод. К сожалению, тут по разным причинам народ не читал. Так вот, вылетает, вылетает у нас, через все пролетает в нейтральном состоянии. Это совершенно понятно. Но если у вас на пути, это вот слоистые, правильно, отдельное обсуждение, но если на пути возникает преграда, так, то происходит следующее. Вот что такое вылетает-то нейтральное? Это еще Уруцкоев, так сказать, показал. Ну, я не буду обсуждать здесь разговоры о монополиях, так? Нет, давайте, давайте, давайте все-таки по биозащите. Я про биозащиту, да. Ну, просто надо понимать, что вылетело. Не надо, не надо. Это мы в вашем докладе будем говорить. А, хорошо, хорошо. Значит, тогда я говорю следующее. Очень простую вещь. Значит, тут два этапа. Если вылетела нейтральная, так сказать, штучка, и если она попала к вам внутрь, это очень плохо, потому что там, так сказать, распадется она на резко расширяющееся кольцо, вот которое дает все эти следы странного излучения, отрицательно заряженные. Ну-ка, то, что я называл... На что она будет влиять прежде всего в биологическом объекте? Можете сказать? Она будет портить все клетки. Точно так же, как почистить. Каким образом? Расширяющееся, отрицательно заряженное, вращающееся вот это... Нет, нет, чего будет в клетках поражаться в первую очередь? А, что будет в клетках, я не буду вам врать, так сказать, будет поражаться все подряд. Ну ладно, все понятно. Значит, это поражающий фактор, так сказать, на любую структуру. Понятна ваша мысль. Кто еще хочет высказаться? Можно? Андрей, пожалуйста. Значит, я на самом деле хотел бы поддержать Виктора. Дело в том, что мы сталкиваемся с проблемой здесь, которая совершенно не изучена. Мы здесь пытаемся давать советы биологам, вот как это изучать. Наверное, это не очень правильно. А ведь на самом деле ситуация, вот как я вижу, вот какая. Мы что-то там можем... Какая-то информация у нас есть по тому, как странное излучение влияет на ядерный процесс. У нас есть какая-то информация, значит, по поводу этих треков, всего остального. Но мы практически ничего не знаем о том, как это излучение влияет на химические реакции. А вот вы говорили о том, что разрыв связи происходит, а вот по результатам Пряхина, вот он сделал вывод, что шивки, наоборот, образуются химически. Ну вот видишь, новая идея, так сказать. Это вот Уруцкоев там, по-моему, с командой работал. С Пряхином, да. Да, с Пряхином работал. То есть там шивки, да? Да, там шивки были в ДНК. А во всем случае гипотезу они такую выдвинули, что… Ну так все-таки шивки или, так сказать, вот то, что говорят наши коллеги, что это… Ну вот СР-39, и все говорят, что там разрыв связи. Да, разрыв связи. Но, Анатолий Иванович, понимаете, этот разрыв связи… Сейчас давайте Анатолию Ивановичу дождемся. Анатолий Иванович, разрыв связи происходит там, где проходит трек. Вот СР-39. То есть мы видим разрыв связи там, где проходит трек. Это неудивительно. А, скорее всего, действие биологическое и химическое, оно какое-то другое, оно в объеме. Треки у вас на поверхности, а это действие, скорее всего, в объеме происходит. Там какие-то другие механизмы работают. В СР-39 там не треки, а там, так сказать, доты вот эти вот, так сказать… Точечное поражение, точечное. Ну, я бы поспорил там… Я просто вам фотографию приведу, то, что снимали Хогель, Скворцов и Хогель. Вот, но суть в том, что это поверхностные какие-то вещи. То, что на поверхности происходит, может совсем быть по-другому, чем то, что в глубине. И я еще один аргумент приведу. Вот смотрите, вот есть работа такая у Рудского, она не была опубликована, но есть публикация, есть ссылка на нее Лошака, есть публикация во французском научно-популярном журнале, когда под действием странного излучения происходило разложение мячной селитры. Вот, и вот это вот очень, на самом деле, это хороший такой ход химический, но это первый такой ход. На самом деле, воздействие на химический, на распад или образование каких-то связей химических в объеме, это вот целая тема, которую надо исследовать. Мы вообще пока не понимаем, как это происходит. Вот, поэтому тут надо широким фронтом исследовать. Ты обрати внимание, там, значит, в этой же работе, у Рудского говорит, достаточно сделать, вот у него где были вот это разложение селитры, только в сосуде из металла, из железа. А в алюминии там не было разложения селитры? Нет, на самом деле наоборот, нет, на самом деле все было наоборот, в алюминии как раз было. Но, возможно, это связано с тем, что там вот в месте контакта это... Ну, тогда защита простая. Делай тогда из разного материала, так сказать. Не то, что говорил вот сейчас только что нам. Вот только что нам было предложение от Авшарова. Делайте текстолитовую защиту. Но мы уже пробовали, видно, что она не помогает. Значит, вот эти материалы, если это странное излучение по Уруцкоеву, значит, легко сделать эту защиту. Но это не так. Это не так. Уруцкоева это проходило через толстую... Андрей, ну, твоя мысль понятна. Давай дадим слово теперь Парховому, Саше. Ну, если это интересно, я могу рассказать, где я много лет назад принял вот эту самую алую кровь, о которой здесь уже шла речь. Это, возможно, не имеет прямого отношения вот к тому, что мы обсуждаем. Но если это интересно, я могу рассказать. Нет, если это имеет отношение... Интересно, Александр Георгиевич. Александр, если это... Это имеет отношение к эксперименту. Биозащите персонала. Пожалуйста, мы внимательно слушаем. Если нет, не надо. Да, ну, это... Вот мы примерно в 70-е годы принимали участие в работах по ослаблению влияния на живые организмы ядерного взрыва. Эсперименты делались в институте атомной энергии. Ну, моделировалась эта радиация путем выкатывания. Вот, значит, кролики помещались в такой зал довольно большой, и туда выкатывались отработавшие твелы. И в первых опытах получилось так, что вот прямо доза вроде небольшая, а кролики прямо тут же вот на глазах умирали бедные. И вот когда оказалось, что у них действительно вот такая вот алая кровь, что выяснилось, когда вот стали разбирать ситуацию? Выяснилось, что вот эти вот твелы, они дают радиацию, а радиация вблизи, вблизи твеллах очень сильная радиация, и там возникает вот этот вот самый озон, и возникает ток кислоазота. И вот именно этот эффект был связан с тем, что они дышали этим вот нехорошими газами. Вот когда на них надели такой чехол, значит, из полиэтиленовой пленки и стали пробывать воздух, все стало нормально, все вот... Ну, то есть, по-твоему, это полиэтиленовый экран, если сделать пленку накрыть, все спасет персонал, правильно? Нет, 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 нет. Я... Ты не выслушал. Полиэтиленовый чехол, через который продувался свежий воздух. Ну, Саш, это глупость, но там другое воздействие. Но я сам по себе знаю, что и ты знаешь, и все знают, кто сидит, кто работал с этими реакторами, что воздействие тут не в продувке и не в этой пленке. Да я в другом совсем говорю. Я говорю, что таким образом избавились от воздействия вредных газов. А воздействие от радиации, конечно, все осталось. Ну, так ты скажи, ты скажи, что делать надо в наших реакторах? Причем тут твырм? В наших реакторах вот то, что сделано вот по Челюгу и за Телепиным, вот это вот оборачивание вокруг крыс трубки, через которые вот этот агент, насыщенный туман, насыщенный прогоняется. Вот это вот интересный выход. Вот он, кстати, аналогичен в какой-то мере тому, о чем я говорю, потому что они дышали независимо от того, что, значит, прогонялось по этим трубкам. Вот. Ну, это правильное решение, но непонятно, насколько одно эффективное, поскольку... Саш, Саш, ну, у нас очень замкнутая система, так сказать, которая не позволяет... Сейчас вытяжки такие сделаны, что там... Ну, нет, мы не дышим этой заразой. Поверь, а все равно люди чувствуют себя плохо. Замкнутая система у нас сейчас, замкнутая. Так я про вас я ничего не говорю. Ну, так люди себя все равно чувствуют в конце эксперимента... Александр Георгиевич объяснил, откуда кровь у Шишкина. Я говорю, что вот эти вот... Вот это очень хорошее объяснение. Мы сейчас все-таки... Я говорю, что... Подождите, давайте не обо всем говорить, а обо всем целенаправленно. И вот... И вот... И вот... И Зателепина, они действительно пришли к правильному результату, что вот эти вот, значит, сами по себе разряды могут действительно давать вредоносные вещества без того, без этого странного излучения. А вот это вот... То, что было предложено, вот то, что они не в этой атмосфере сидят, а просто окружены вот этим вот... Вот этой трубочкой, которая вокруг стакана идет. Вот это вот разумное решение и очень правильное решение. Саш, поверь, но это не спасет персонал. У нас замкнутая система. Так я не говорю о спасении... Лучше этих трубочек всяких. Лучше, поверь. Стой, стой, ты вообще не понимаешь, о чем говорит Пархомов. Вообще не понимаешь, о чем говорит Пархомов. Я просто удивлен. Ты давай чуть-чуть меньше команды, а чуть-чуть больше дай свободы людям. Я говорю в пользу эксперимента, который был сделан. Ну ладно, давайте подведем все-таки к этому вопросу некое резюме. Я вот, значит, записывал для себя, значит, ну, сделаны, значит, некие эксперименты, которые вот преследовали цели, ну, скорее, не биозащиты установки, ну, академический интерес воздействия, вот, как вычленения и воздействия сугубо, там, странного излучения на биологический материал. Мне кажется, это страшно далеко от биологической защиты наших установок. И вот то, что я услышал на этой, по этому вопросу, были конструктивные предложения, что заключаются в использовании, значит, вот, слоеного материала типа стеклолита, веронкулит нам предлагали, там, значит, вот, с закрытыми, открытыми порами использовать. Значит, второе, значит, ну, вот я, если правильно слышал, значит, есть, значит, как разрушение полимерных связей, так и вот, Чистолинов сказал, что, значит, вот, наблюдались сшивки. Ну, вот это уже ближе к истине, так сказать, ближе, так сказать, конструктиву, значит, которая позволяет все-таки как-то, значит, ну, вот двигаться по пути, значит, исследования защиты воздействия на полимерные связи, так сказать, вот наших реакторных всяких излучений. Пока это суммарное излучение, под вопросом. Значит, Водяную стену можно. Да, значит, ну, вот я напомню, что в свое время, значит, небеспочвенно Бажутов предлагал 25 миллиметров оргстекла поставить, и он утверждал, что это является очень хорошим ослабителем защиты вот реактора от биоперсонала. Я даже его, этот самый, значит, услышал совет и пытался действительно такие защиты делать. Меня убедило то, что счетчик Гейгера, обернутый вот в такую защиту, он по-разному считал, чем вот тот счетчик Гейгера, который был открытый. Значит, больше считал, так сказать, больше поглощал, так сказать. У него эти приборы сделаны, они действуют, у него они по наследству перешли. Поэтому, если сделать в режиме, значит, ну, все-таки, значит, биозащита, она, конечно, вот персонала, она очень важна для каждого из нас, особенно для руководителей. Мы несем уголовную ответственность за молодежь, за персонал, который работает на установке. Поймите вы это, в конце концов. Не какие-то, вот, там, вот, ну, я не знаю, ковыряние в носу, там, значит, вот давайте вычленим то-то-то-то-то. Важно же, так сказать, наоборот, значит, приблизить биоматериал к самым суровым излучениям. Мы же там, вот, то, что делали с Панчелюгой, ну, это излучение, оно было заэкранировано слоем воды, вот, допустим, в водяном реакторе у меня. Оно не выходило наружу, так сказать, полностью. То, то, что воздействовало на этих вот крыс, это было остаточное все вещи. Все-таки мы-то какие-то меры предосторожности-то делали. Ну, нейтроны-то там показывали счет полторы тысячи. Да, но там нейтронный датчик, да, нейтронный датчик показывал, так сказать, ну, зашкал, по сути дела. Что-то выходило все-таки. то есть, вот, теперь вот по поводу замечания Кашенко, значит, ну, я должен сказать, что если это нейтроноподобные объекты воздействуют на, так сказать, живой материал, это возможно, но вопрос заключается следующим, значит, насколько нейтроноподобный объект будет отличаться воздействие от самого нейтрона. Нейтронное воздействие, оно хорошо изучено на биоматериал, поэтому тут вот все-таки нельзя ли мостик сделать, значит, вот в одну и ту же сторону, потому что мионный каталис показал, что все-таки, значит, нейтроноподобные объекты, мезоатом, он ведет себя очень похоже на нейтроны по физике дела. Вот. Значит, ну это вот, значит, заключение по первому вопросу. Давайте перейдем ко второму вопросу. Вот там доклад Михаила Кащенко, в нем обсуждалось, я напомню, две вещи. Это первое, значит, вот сама физика нейтроноподобных объектов, и второе, ну это наиболее интересный, так сказать, значит, вопрос, ну вот он привел, значит, данные, значит, спектров, с масс-спектромета с сателлитами. Значит, ну вопрос о природе этих сателлитов, и, значит, конечно, он человек, не экспериментатор, но тем не менее, может быть, так сказать, позволит нам уточнить те вопросы, задать, которые, значит, нас интересуют. и вот здесь уже я, раз Анатолий Ильич Никитин уже, я ему обещал, значит, вот, по первой части теоретической, значит, по докладу Каченко сделать вопросы, пожалуйста, Анатолий Ильич. Спасибо, 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 наконец-то, все-таки, я, так сказать, добрался до аудитории. Я хочу свое мнение по первой части, по биологической, очень короткой. Вот все вот это наше обсуждение очень сильно напоминает ну, такой исторический, например, пример, когда племя где-то там тысячу лет назад сидит вокруг костра и вдруг оно должно там придумать какую-то защиту от какого-то внешнего, от холода, от дождя и так далее. И вот вместо того, чтобы выяснить, от чего надо защищаться конкретно, то есть природу того фактора, от того защищаться, они начинают вести некие такие ритуальные танцы, например, и так далее. То есть ясно, что вот, например, если надо защититься от падающей воды, то ясно, что, ну, например, надо придумать зону, то есть мы должны знать, от чего защищаться, от холода придумать шубу и так далее. То есть вся наша вот эта, ну, наша деятельность будет только осмысленна, когда мы поймем, от чего мы должны защищаться, то есть что представляет из себя это странное излучение. Сейчас, вот я в своем докладе это расскажу, вот он позавчера, что, в принципе, набор тех свойств, которые он демонстрирует, ну, так называемых треков, позволяет из множества различных моделей выбрать одну адекватную. И когда будем знать, что, ну, она может быть правильная, неправильная, но более-менее она будет работоспособная, и тогда надо искать уже методы защиты от этой модели, ну, от этой системы, которая определяет какими-то особыми свойствами. Так что давайте мы это отложим, вот действительно перевернем, так сказать, не будем, так сказать, перечислять все методы, которые придумало человечество, а сначала поймем от чего. Вот, и по поводу, значит, у меня вопрос Михаила Лукаченко, который я хотел задать, поскольку я прочитал его книжку, я, так сказать, в отличие от того, как он говорит, он немножко там, что не все его прочитали, действительно книжка очень интересная, и вот единственная вещь, которую я не понял, вы его, значит, Михаил Григорьевич, вот в вашем активаторе, Петрович, Петрович, Михаил Григорьевич, простите, да, который состоит из двух сливающихся ядер, между которыми точно посередине находится ееопара, которая вращается, вот, вопрос такой, что эта система работает, когда расстояние, ну, когда эта ееопара находится точно посередине, стоит ей немножко сместиться в бок, то система разрушается, она сразу прилипает к одному из ядер, по-видимому, в вашей книге, наверное, не все написано, вы, наверное, изучали, значит, механизм, вот эта стабилизация этой ееопары точно посерединке, и расскажите хотя бы, какая идея, вот, механизм стабилизации этой системы, спасибо. Михаил Петрович, вам слово в ответ, ответ неслал. Спасибо за вопрос, да, я, главное, очень рад, что посмотрели книжку, да, то есть, там масса, я подчеркиваю, названа концептуальное решение, да, есть масса, как говорится, дьявол в деталях вопросов, и один из вопросов, это, конечно, устойчивость, так, само собой, что если будут сливаться разные ядра, то, вот, то условие равновесия, которое статически устойчивым не является, вообще говоря, так, оно будет, но его и не надо надолго, это метастабильное состояние, оно не должно жить долго, это первое, второе, значит, конечно, это будет точности посредине, имеется в виду, если симметрично, два одинаковых заряда, если они различаются, ядер, то вот совершенно ясно, что будет смещение, точка равновесия будет в другом месте, это вот такой самый простой ответ, но детального, ну, в каждом случае, естественно, я никакого не проводил, поэтому и сказал, ответ носит концептуальный характер, теперь, все-таки, вот, если вы посмотрели, да, и очень правильно, нет, вы посмотрели, потому что вы сказали ключевые вещи, так вот, что происходит, имеется кольцо, не одна епара, а кольцо, на котором крутятся вот эти бозоны, епар, да, и внутри возникает положительный удерживая, так сказать, это вот квази-нейтральное состояние, это к вопросу о защите, я сейчас скажу, мне просто пришло вот сейчас походу в голову, теперь вылетает, легко проходит, пока оно нейтральное, если это попадает на некое препятствие, вот, допустим, кратер, да, что ярко там показано у многих, в том числе у Чижова Владимира Александровича, то что происходит, у вас вот это центральное положительное заряженное часть, ну, грубо говоря, вылетает, а не скомпенсированное отрицательное начинает расширяться, причем это будет прямо окружность, это уже Галова вот все показано, прямо фотографии на слюде идеальной окружности возникает, если она теперь имеет компоненту импульса, вот этот компонент, уже теперь отрицательно заряженное кольцо, которое крутится, оно идет как микроторнадо, оно разрушает и оставляет подвешенные, так сказать, кучки складывает мусора слюдяного, это прекрасно у него показано, я не понимаю, почему же Галов на этом не акцентирует внимание, так вот, по поводу защиты, значит, если вылетает вот такое нейтральное состояние, не надо, чтобы оно попадало к нам, а чтобы оно к нам не попало, вот простейший, примитивный физический вариант, пропускаем его через конденсатор, положительно заряженную часть будет вырывать к отрицательной обкладке, так, отрицательное вот это кольцо, которое обеспечивает формирование вот этих треков, совершенно понятно как, понятно по какой, простите, я не об этом говорю, все это я слышал, я понимаю, это вполне разумно, у меня исходная часть, то есть имеется теорема, например, иншоу, что когда вы поместили, например, два отрицательных заряда точно посередине между двумя положительными, будет система, ну, в принципе, существовать, но она неустойчива, и ваша система тоже неустойчива, по-видимому, вы что-то придумали, чтобы эту неустойчивость ликвидировать, то есть центральная часть, вот эта связывающая отрицательная вращающаяся в кольцо, должно быть находиться в какой-то потенциальной яме, есть она у вас или нет, есть, только каким образом она образуется, какая должна быть обратная связь, вот этот вопрос мой, а не то, как образуются треки. Анатолий Никитин, Анатолий, я прошу прощения отчества, да не важно, хорошо, Анатолий Ильич его зовут, Анатолий Ильич, да, ну, не обижайтесь, ко мне тоже можно просто понять, потому что я понимаю, что вы над этим работали, вот это очень важная вещь, как любой вещь, которую вы сконструировали, как любой, вы должны проверить там, ну, конструкцию на устойчивость, вот у меня вопрос к этому. Все правильно, значит, Анатолий Ильич, я сказал, что есть масса проблем, которых я могу пересислить еще сотню, я это не проверял, я понимаю, что это надо проверять. Он не делает, Анатолий, ответ получил, не делал, не будет у него устойчивое, теорема Шоу говорит, что нельзя сделать устойчивую систему только из электростатики. Давайте дальше. Это непонятно. Значит, Михаил Петрович, вот все-таки, значит, переходя к вашей экспериментальной части, значит, вы показали нам, значит, спектры Вольфрама и рядом, значит, очень интересные спектры, сателлиты. Вот скажите, пожалуйста, это вот образец, который вы нам продемонстрировали, значит, вот, ну, как называется, экспост, то есть облученный, тот, который стоял в эксперименте, вот в вашем реакторе. Правильно я понял? Это не в реакторе, значит, это простейший, вот тот, который я проводил. Да-да-да-да, вот это вот материал электрода вы показывали. Да-да-да, 300 электрон вольт, Теперь вопрос у меня простой. Вот если вы получите, если вы используете контрольный образец, который не стоял вот в вашем реакторе, контрольный Вольфрам, да-да-да. Почему вы не показали нам спектр контрольного Вольфрама? Есть там эти сателлиты или нет? Значит, первое, что Вольфрам, я сказал, мы не исследовали, а Титан делали мы контрольный, без сателлитов, а с Вольфрамом, ну, я просто не проверял, он мне был достаточно чистым, просто я обратил внимание и сказал, что возможно, здесь надо, ну, фильтровать, так вы понимаете. Но тогда это, это может быть артефект, а вы его выдали за подтверждение вашей теории. Нет-нет-нет. 0,5 мэра. Ну, послушайте, это же важный момент. Понимаете, вы ввели нас в заблуждение, каждого из нас ввели в заблуждение, что это вот подтверждение вашей теории. На самом деле, получается, что это не подтверждение, это может быть. Highly likely. Нас уже обучили этому, так сказать, по телевидению. Нет, я подчеркнул, что по Вольфраму, возможно, это надо дальше анализировать, это не анализировали, а по Титану, да, все мы проанализировали, и там это 0,05 мэва, а там, так сказать, до 0,05 мэва доходит. Давайте, давайте дальше, значит, по докладу, есть у кого-то вопросы, которые хотелось бы задать Михаил Петрович? Ну, вот, я смотрю, есть Дангян, Райк, пожалуйста, вы еще не задавали вопросы. Сколько я понимаю, это по поводу электронной пары, да? Да, да, да. Да, я хотел бы связать это с докладом Александра Шишкина, как мы там заметили, пик энергии попадает на 250-260 кг в районе, а это как раз энергиообразование электронной пары. Возможно, это случайность, а возможно, что нет. Я думаю, может быть, эти частицы, которые регистрируются, возникают прямо в этом коронном разряде счетчика. поэтому, наверное, хорошо было бы еще рядом поставить другой такой же работающий счетчик и посмотреть на результаты первого регистрированного счетчика. Это вопрос к Шишкину. Я имею в виду, что электронная пара. У Кащенко, я напомню, был времяпролетный масс-спектрометр, который разворачивал ионы по массам. И вот он показал нам спектры изотопов Вольфрама, Титана. А это не электронная пара, которая образуется? А электронная пара, раз вы большой специалист, я хотел бы спросить. Казалось бы, Рай, для того, чтобы сблизить два электрона, чтобы они не расталкивались и все-таки магнитные силы пересиливали вот этот отталкивание, реполсин, значит, необходимо, это легко показать, фейнманский потенциал должен быть достигнут. То есть, у тебя, если ты, кинетическая энергия 3,75 кэва, не 253 кэва, а 3,73 кэва, они способны сблизиться на такое расстояние комптоновского радиуса, когда уже на комптоновском радиусе магнитные силы становятся равными силам кулона. Это хорошо известный факт. Это паспорт кулона, это паспорт комптоновского мира. Зачем вам надо 250 кэва? Нет, 250 кэва это энергия связи, а энергия, высота энергетического барьера там 2000 всего электронов. Ну вот, казалось бы, 2000, так сказать, электронов вольф 2 кэва. 2 кэва. И достаточно для того, чтобы пользовалась эта кэва. нет, вот Кащенко требует, чтобы долг был фентосекундный размер. Да как его достигнуть, когда там млевый нужный? нет, такого растения там 160 фентометров. Достаточно иметь ускоритель на встречных пучках или встреча с мишенью. Это всего-навсего. Надо, так сказать, разогнать его. 3,73 кэва в любом... Еще меньше, я скажу, что еще меньше. В любом разряде это достижимо. Поэтому, возможно, в коронном разряде образуются такие... Нет, в коронном вряд ли. А вот в специальном разряде, вот здесь электрончики сидят, вот Володя значит с Брянска, он подтвердит, что вот если мы перейдем к наносекундному разряду с резкими фронтами, то можно вот сделать такие разряды, когда с перенапряжением мы будем работать и такие вот поля мы можем получить там 4 кэва там в горящем разряде, в непрерывном горящем разряде. Таких полей мы никогда не получим. Потому что там средние значения приведенного электрического поля, вот Васикаева не даст мне соврать, Филипп, это приблизительно там меньше 100 таунсингов. Меньше. Значит 100 таунсингов это уже пробойные поля. А вот в наносекундных разрядах мы можем сделать и 300 таунсингов и 1000 таунсингов. Понимаете? То есть там образование таких пар реально. Но Михаил сперри 3000 таунсингов наблюдает. Сколько на земле? Ну вот я же говорю, что я близок. А заряд всего лишь где-то сколько там тысячу что ли кулон. Поэтому Михаил Петрович согласно возвращаемся к вашему докладу. Ваше требование для того чтобы сблизить электроны на фемто уровень фемтометровый. Это задача избыточная. То есть вы никогда во-первых не сблизите. Это нужно мервный ускоритель. Вы говорите легко сделать это 10 электрон вольтными значит электронами которые имеют 10 электронов недостаточно этого опять же Васикало может сказать вам фемтосекундных расстояний вы не добьетесь используя 10 электронов вольт энергию электронов поэтому вот по вашей теории давайте секундами ты действительно не прав фемтометров теоретическую часть давайте все-таки не будете ссылаться на Сантили Сантили я хорошо знаю потому что он живет в Америке я с ним вел переписку значит это он больше хороший экспериментатор чем теоретик а теоретик он никудышний и контактные разности потенциалов там контактных потенциалов это его выдумка ну посмотрите реакцию на его работу почитайте отзывы на его работу это адронная механика она никакого отношения не имеет к адронной физики которая господствует в ядерной физике только размером но это не адронная физика значит Анатолий Иванович это не адронная механика мне что-то можно сказать пожалуйста в заключение ну вот значит первый пункт внимательно еще раз говорю адронная механика и квантовая механика это просто инструменты я к ним отношусь так это первое второе если вы внимательно посмотрите посмотрите не мнение кого-то у нас тоже есть комиссии по лженауке там и так далее вот не мнение кого-то а сам как ученый посмотрите работы Сантили вот это работы ультра ультра класса на фоне которых ну так будем говорить вот создатели квантовой механики в общем-то ну в общем достаточно по-детски выглядит это это первое значит это не какой-то там инженер вы просто пользуетесь распускаемым мнением сами посмотрите сами посмотрите у меня список список работ список работ они у меня в компьютере вложены ну как же нет так вы как студент есть список и я все знаю значит список вы прочтите хоть одну работу разберитесь это первое значит вот я специально написал в обведении книжки что такой выдающийся специалист как фейнман написал никто не понимает квантовой механики да и он по большому счету прав так вот асантили сделал глубокое обобщение квантовой механики поэтому удивляться тому что абсолютное большинство не понимает что такое дронная механика и что сделал асантили не приходится это первое утверждение которое я делаю оно очень жесткое очень неприятное но оно соответствует реальности теперь второе значит вот если уж мы про адронную механику заговорили значит почему надо обобщать квантовую механику я не собираюсь все перечислять там господствует принцип суперпозиции да но мы это знаем и вот в этом линейность состоит квантовой механики ну такая отдаленная аналогия вот фотоны простенькие там нелинейные да они проходят друг друга не замечая волны а вот нелинейные ну грубо говоря больших амплитуд вот начинается новая нелинейная физика так вот нелинейность адронной механики учитывает перекрытие там где большие плотности волновых функций то есть точечность заряда сохраняется это там 10 минус 20 сантиметра ну как бы современные данные показывают а вот то что у них именно адронный масштаб вот здесь большая плотность волновых функций мы привыкли говорить так зашли в атом забудьте вообще об описании о траекториях там и так далее а это не совсем так не совсем так это квантово-механический перегиб а вот на уровне 10 минус так сказать 15 на фенто-уровне именно высокая плотность состояний волновых пакетов и они перекрываются и дают то самое контактное взаимодействие мощное о котором как раз и пишет Сантили и именно обобщив он смог это описать а квантовая механика в принципе этого писать не может и не надо делать из нее священной коровы понимаете у каждой теории есть свои пределы так вот она в этом вопросе это не ее компетенция поэтому выдающееся обобщение проделал Сантили это только одна часть квантовой механики я не буду других так называемых обобщений касаться антиматерии там и всего остального это выдающийся человек совершенно значит вот такого утверждения в моем присутствии по крайней мере не произносите чтоб я не произносил каких-то обидных так сказать тоже со своей стороны потому что вы меня просто обижаете да это просто инженер там какой-то полуграмотный да я с ним переписывался да у меня в компьютере все есть да ничего нет список есть сколько вы там прочитали работ книжка есть переведенная на русский язык великолепная книга великолепная вот на нее ссылка есть можно прочесть я всем рекомендую по крайней мере понятно на каких принципах идет обобщение это первое вот поэтому про Сантиле не надо говорить те глупости у него одни картинки и никакой математики нет ну что вы говорите да вы глубоко ошибаетесь глубоко ошибаетесь он развил развил три виды математики он обобщил ушел от эрмитовых операторов показал как переходить так сказать квантовой механике от не эрмитовых операторов да ну ладно мы не будем сейчас это даже задевать я просто говорю что не повторяйте расхожих мнений которые распускаются так сказать намеренно а вы просто ну большинство понимаете что значит большинство большинство вообще ничего не понимает оно ориентируется речь идет про теорию оно ориентируется на некие высказывания да вот нобелевский лауреат что-то там значит сказал все о нобелевский лауреат сказал а то что нобелевский лауреат специалист в очень узких вопросах это никого не волнует Я это обсуждать не собираюсь. Для меня авторитетов вообще нет. Михаил Петрович, давайте мы не по философии, а по делу. Все-таки вы уже говорите 10 минут. Это важнейшее дело. Вы авторитетный человек в этом коллективе и произносите такие вещи, которые все остальные могут воспринять. Я предлагаю, чтобы каждый посмотрел работу с Антиле. А это вот правильно. И ответ будет получен. Так, а теперь дальше. Теперь дальше. Значит, вот теперь об инструменте квантовой механики, которым мы воспользовались. Всем известно фактор гамма и так далее, туннельный эффект. Если вы возьмете два электрона, то, уверяю вас, из-за того, что масса их малы, то при 10 электрон вольт относительной энергии двух электронов, двух чисто кулоновский барьер. И мы посчитаем, какой нам достаточно, какой будет коэффициент прозрачности. Это не 10, 190 степени, которые обсуждали и тужились в рамках, насилуют квантовую механику по поводу вопросов, в которых она бессильно. Подчеркиваю, она не виновата. Михаил Петрович, только что я вот говорил, что там, значит, для протонов, которые имеют две тысячи раз столько большую массу, значит, вот фактор гамма равняется Е в степени тысяча. Ну, сделайте три порядка. Так, Анатолий Иванович, это для протонов, ну, там же масса есть, вы посмотрите. Ну, масса-то, масса, она входит в тысячу. Масса электронов. Она три порядка только снимет, а тысячу-то как вы уберете? Значит, там школьная задачка, посмотрите, она разобрана, она интегрируется. Вы говорите совершенно глупость. Вот это вы в данном случае говорите глупость, и не советую вам это применить. Эти прозрачности, коэффициенты прозрачности фактора гамма давно всеми пересчитаны для протонов. Еще раз говорю, не надо говорить всеми, возьмите и сами сосчитайте. Вот я взял и сосчитал, и уверяю вас, там сделано все правильно. Ну, хорошо, значит, вы открыли новую физику, все. Нет, я никакой новой физики не открыл, я подчеркиваю, я являюсь квалифицированным потребителем. Михаил Петрович, все, значит, еще что-то есть сказать у вас? Нет, ну, отсюда вы правильно, я начал с того, что вы правильно сказали, что если такие Е-пары легко возникают, то все объясняется. А они легко возникают, а не сложно. И, так сказать, перехлестывает тот любимый комптоновский, так сказать, предел. Да, я ничего против не имею, и Сантили ничего против не имеет, говорит, что есть магнитное взаимодействие, это все известно. Но более, так сказать, короткий масштаб, который нас приближает прямо к сильному взаимодействию, нам после этого не надо ни о каком туннелировании говорить. Прямой обмен, так сказать, по ЮКАВе мизонами идет. Вот. То есть, это включается стандартная схема. В этой стандартной схеме единственное, и вы правильно сказали, что вместо тяжелого мю-мизона мне надо было просто провести обобщение. Ну, не мне, а любому. Ну, я просто обратил внимание, это очевидно. Под ногами валяется. Осталось только поднять. Ладно, Михаил Петрович, спасибо большое, значит. Да, ну вот без обид, Антолио. Я единственное вам завидую, у вас великолепный масс-спектрометр стоит пролетный, у него разрешающая способность фантастическая. Работайте дальше с этим прибором. А мы так и собираемся. Это будет уникальный результат. Спасибо. Антолио, спасибо вам. Значит, перейдем к следующему, значит, вот обозначенной повестке дня. К вопросу. Ну, вот я думаю, доктор. Коль, вот я хотел сказать немножко по этой теме, по Кащенко. Я руку поднял тут уже довольно давно. А я что-то не заметил, извините. Значит, Валер Николаевич, я что-то не вижу. А я в самом верху нахожу. Да, вижу, вижу. Пожалуйста, да. Ну, из-за того, что время огромное уже прошло, вот, поэтому как бы нужно, я даже себя вот тут на первый план сейчас выставлю. Так, значит, вот я очень доволен, что эта дискуссия произошла по вопросу Сантили и по проблеме, которую Кащенко поднял. Потому что все знают прекрасно, что я этим занимаюсь уже давно, еще раньше, чем Кащенко этим занялся. Это так, вот, примерно, там, года на два раньше мы начали этим заниматься. Эти идеи пришли. Вот, и пару слов хочу сказать. Значит, смотрите. Во-первых, про контактное взаимодействие. Значит, я это контактное взаимодействие встречал в работах Фейнмана. Я Фейнмана вот очень уважаю, считаю его одним из таких вот фундаментальных людей, там, 60-е, 70-е годы. Вот у него контактное взаимодействие, по-моему, впервые там начало появляться. Потому что он никак не мог уложить вот эту физику, она у него, в общем-то, такая пальцевая на самом деле. Вот, никак не мог у себя в голове вот эту квантовую электродинамику, никак не мог уложить вот контактное взаимодействие он породил. И если Сантили вот эту идею использовал, то тут не он ее придумал насчет контактных взаимодействий, там есть предшественники. Возможно, в этом что-то есть, но мне кажется, она все-таки контактное взаимодействие как-то в стандартной модели не лежит. Все-таки к модели стандартной надо все-таки с уважением относиться. А вот магнитное взаимодействие там есть. И почему-то вот упорно, вот, и, значит, вот Михаил Петрович упорно почему-то вот уходит. Зачем-то, вот это я понять не могу, от магнитного взаимодействия. Вот про магнитное взаимодействие. Смотрите, вот Анатолий Иванович, ты не прав совершенно, если электроны сблизятся на расстояние 10-12 метра, то они начнут сближаться дальше, их не надо сближать до одного фемтометра. Они сами дальше сблизятся, потому что у них есть магнитное взаимодействие. Оно их потащит друг к другу. Но они не сблизятся на это расстояние. Вот в чем все дело. Об этом сегодня говорил Араик Дангян. Эту же задачу, задачу об электронной паре Араику поставил я еще в этом самом Вадлере. Вот он ее, слава Богу, решил. Вот он ее американцам докладывал. И у нас она опубликована. И я поддерживаю личину вот эту. Потому что 250, может быть, 260 кэф сближения электронов, потому что это у нас подтверждено экспериментами. Возможно, их надо бы еще проверить. Но ближе сближаться магнитными силами они не станут, потому что центробежные силы, вот они в этот момент сравниваются с магнитным взаимодействием. И получается вот что. О чем я так подозреваю. Я надеюсь, что Михаил Петрович здесь. Очень здорово. Если он слушает, это важно. Потому что он самый основной оппонент. И это очень важно. Чтобы он тоже это слышал. Чтобы он что-то потом, не сегодня, Михаил Петрович, а потом когда-то мы с вами это обсуждаем. Дело в том, что вот есть два момента, которые я ни разу здесь в обсуждении ни от кого не слышал. Они у нас опубликованы. Первое – это то, что вот эта пара, когда она образуется. У нас она образуется. Я напомню, сначала электрон садится в центре между двумя протонами. И это происходит при комнатной температуре. И это происходит в растениях, в курицах и вообще в живых организмах. Вот это подтверждение того, что мы в более направленном пути. Чем сначала электроны объединить, потом чего-то они там начнут делать. И как только электроны залезли между двумя протонами, и протоны стали вращаться на маленьких орбитах, 10 минус там 0,5 на 10 минус 13, вот в этот момент эта же частица положительно заряженная, к этой частице легко подходит электрон на это расстояние. Его просто силу кулона подтягивает. И он легко залезет в электрон, потому что в этот момент его подхватит. – Голер Николаевич, ну вот ты разошелся. Давай все-таки твоя идея понятна, она разумная. Ее, так сказать, о чем идет речь, ты сказал, нам подсказал, что если они на комптон вышли, то дальше этот процесс не кончается. – Нет, моя идея состоит в том, что ты подожди, я уже сегодня вижу, что когда ты вот что-то такое видишь перед собой, ты другого ничего не слышишь. Ты немножко послушай другое чуть-чуть. – Ты уже выступаешь 8 минут. – Нет, не может этого быть. – Я же засекаю каждого. – Ну хорошо, я в течение двух минут кончу. Так вот, значит, моя идея состоит в том, что электрон сначала один залезает между двумя протонами, потом, когда протоны сблизились до маленького расстояния, это автоматически произойдет. Второй электрон тривиальным образом подлетает уже на расстояние комптоновское, оно, по сути дела, чуть даже меньше, чем комптоновское, и туда садится, значит, на тот второй электрон, и облазуется электронная пара. Основной вопрос здесь, меня все критикуют, вернее, люди, которые понимают это дело, они критикуют по устойчивости вот этой системы. Я тут могу напомнить, я этим, видимо, буду заниматься сейчас. Это задача трех тел, известная только в случае, когда одно тело притягивается к другим двум, а вот два отталкиваются. Она отличается от геометрии известной задачей трех тел в гравитации. Она очень интересна. И там, я напомню, в трех телах, значит, вот в обычной гравитации, Эйлер показал, что вот линейные системы, они устойчивы. Если тривиально смотреть различные методы классической механики, эти системы действительно, как ни странно, устойчивы. Несмотря на то, что маленькая масса внутри. Таким образом, я считаю, Михаил Петрович, что путь лежит не сразу к созданию этого пары электронной, а к созданию темного водорода, который внутри пара вот этих электронов есть. Потом можно разрушить темный водород, и пара электронная останется. Тут, вы правы, и начнется какая-то вот такая жизнь с электронами. И заканчиваю очень коротко. Пожалуйста, посмотрите, как устроена электродинамика релятивистских частиц. Вот эта частица электронейтральная, вот здесь вещь, которую никто еще из вас не произносил. Она электронейтральная, а поле у нее, как будто там внутри сидит 20 электронов. А почему это? Это я вам оставляю задание, домашнее задание. Мы в следующий раз на какой-то конференции это обсудим. Суммарная сумма зарядов равна нулю, а поле как будто 20 электронов внутри. Ну или 10, как минимум. Валерий Николаевич, ну эту идею мы слушали уже неоднократно от тебя. Ты просто напомнил нам, ну и дал еще раз задание домашнее. Спасибо. Андрей Чисталинов, последний, кто выступает по этому вопросу. Андрей, ты по этому вопросу или нет? Ну, не совсем по этому. Тогда нет, стоп. Значит, переходим к следующему вопросу. В повестке дня мы еще должны добраться до Ирины. Значит, Чижов. Вот, ну, его выступление. А я как раз хотел по Чижову, Анатолий Иванович. Ну вот подожди тогда. Значит, по Чижову. Ну, мы вот неоднократно слушали Володю. Я должен, значит, ну, выразить солидарность с ним, потому что, ну вот, не случайно там все-таки и за границей начали уделять большое внимание, значит, вот и трекам. Значит, такие же результаты действительно в камерах Вильсона были получены, и, значит, в тезисах прошедшей конференции они присутствуют. Тем более, вот, в экспериментах группы Холмлида по супертяжелому водороду. Значит, и вот многие работы начали по холодному синтезу использовать, Ирина Борисовна, не только электрический разряд, но и магнитное поле. Вот в этом плане, ну, я должен, так сказать, сказать, что Володя один из первых, кто придумал использовать магнитное поле для воздействия на траекторию, насколько я понимаю, вот этих вот треков, которые обусловлены, ну, пролетом каких-то частиц, пока будем условно называть, так сказать, вот. То ли это кластеры, то ли это моночастицы, значит, ну, вот в сегодняшнем докладе, значит, видимо, у многих, так сказать, многое Володя там не досказал, значит, вот возникли вопросы, пожалуйста, если есть вопросы на понимание, на вот, ну, как-то помощь в продлении этих экспериментов, конструктивная такая вот линия в этом направлении, хотелось бы услышать. И вот, конечно, работа заслуживает внимания и требует продления, так сказать, ну, что там. Значит, пожалуйста, остальные участники пассивно слушают, а мне бы хотелось, чтобы... Андрей Чистолинов же хотел что-то сказать именно по этой работе. Андрей Чистолинов уже 10 раз сказал, а вот другие... Я хочу по этой теме сказать. Ну что же, он один будет выступать только, значит, давайте все-таки поактивнее, население, обращаясь к вам, ну что же, сказать нечего. Когда мы еще соберемся вместе? Анатолий Иванович, дайте я скажу, а кто-нибудь еще... Нет, подожди, подожди, я пока председатель, так сказать, ну, ты уже переборзли. Вот, Анатолий Иванович, там Никитин вопрос задавал, Анатолий Ильич, Никитин, да? Анатолий Ильич. Анатолий Ильич. Никитин. Ушел, наверное, спать. Ну, наверное, тоже, так сказать. Да он, в основном, он обиделся, он ушел. Нет, ну почему? Нет, дело в том, что он говорил вот по поводу, а как вы себе представляете, вот темный водород и вообще кластер свой темного водорода. Вот я могу показать. Вот, включите меня, Валер. Можно меня включить? Мы тебя и видим, Володь, мы тебя видим сейчас. А, сейчас видите меня, потому что я... Ну, он хочет на большой экран. Можно ли ты говоришь, что мы тебя видим? На большой экран. Мы тебя видим, не волнуйся, мы именно тебя видим. Видим твою цепочку магнитную. Ну, это ты этому Никитину объясни, а мы-то знаем, что магниты в цепочке соединяются. Это очевидная вещь. Теперь вот смотрите, я ее пропускаю между пальцев. Она спокойно проходит, без проблем. Но как только она чувствует преграду, в ладонь падает. Вот что получается. Так, жалко Никитина, нет. Он бы был, так сказать, наверное, ему стало бы все ясно. Потом, почему энергия очень различна? Если образовалась вот такая вот цепочка, вот такая вот цепочка, то, естественно, она будет иметь и маленькую энергию. Вот такая уже побольше будет иметь. А если вот такая цепочка образовалась, то, конечно, она будет иметь и большую... Володя имеет в виду кинетическую энергию. Она будет иметь огромную кинетическую энергию. Огромную кинетическую энергию, да. Ну, вот все-таки действительно, значит, Чистолинов задавал вопрос этот, и он принципиально важную роль играет. Ну, вот смотри, она может у тебя ударять, как ты говоришь, об ладонь, и там образуется что? Кратер? Да. И там образуется... А когда она ползет вдоль поверхности, она делает треки? Она вдоль поверхности не ползет, Анатолий Валентинович. А вот треки-то чем? Она... Дело в том, что я могу сейчас презентацию одну показать, когда там четко совершенно видно, что это, так сказать, прожигание идет. Вот она врубается и прожигает. Она не сразу... Ну, давайте я вам покажу. Сейчас презентацию включу. Не, ну, презентация не надо, скажи на словах. У нас сейчас тогда будет... Нет, там маленький-маленький совсем фильм. Можно вопрос задать? Да, пожалуйста, пока он там ищет. Вот все-таки энергия, чтобы получить такую энергию, нужно огромные ускорители. Вот затрат у нас на входе как бы вообще небольшие. И вот у нас получается частица такой огромной, 70 теравильтровольт, да? Откуда вот это берется как бы энергия? Нет, ну, он объяснил. Он объяснил. Ну, возьми вот такое ядро. Сколько там этих самых... Оно движется со скоростью 1 метр. Ну, сколько там у тебя имеется энергии? Джоуль, то есть тераватый на одну вот эту вот комогу. Давайте, давайте я вот... Тераджоули, тераджоули. Хочу сейчас покажу вам. Тера, терра, терраэлектроновольты. Извините меня, пожалуйста, ерунду говорю. Тераэлектроновольты, если движется вот пуля. Ну, понятно, когда масса такая большая. Вот эта цепочка из магнитиков. Вот уберите, пожалуйста, те самые, если мешает. Эта вот цепочка... Володь, Володь, демонстрация твоя, но мы ничего не видим. Ты там поделиться не нажал, наверное. Почему? Я поделиться нажал. Ну, вот все равно мы не видим. Давайте я сейчас поделюсь. Ты сначала нажми на зеленый, а потом поделиться. Вот сейчас видим, да. Это у тебя упал снег. Снег упал. Снег, да, да, да. Вот это как бы аморфная среда. Да, да, да. Вот эта цепочка. Нет, ну, это понятно. Тебе вопрос-то был, почему трек-то образуется? Володь, ответь, почему трек образуется? Ты слышишь нас? Я слышу, слышу. Вот посмотрите. Почему трек? Видите здесь какой штыречек? А вот это вот уже какой? И вот этот трек как раз он и образуется за счет того, что скручивание произошло. Вот этого магнитного. Ну и что, она ползет вдоль поверхности, что ли? Порядка пяти микрон. Он не вдоль поверхности, Анатолий Иванович. Не вдоль поверхности. Он прожигает у меня. Он прожигает, он врубается. Не, ну, он движется вдоль поверхности, нет? Нет, нет, нет. Это вот Влад, я его сколько раз говорил. Ты сделай, пожалуйста, нормальную, так сказать, вещь. Посмотри, вот, сейчас, осторожно. Так, 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 так. Не, Володь, давай, ну, время идет. Сейчас я это просто вам покажу, что... Ты словами, ладно, скажи. Давай, мы поймем. Мы сейчас, мы сейчас, мы сейчас просто увидите, просто увидите. Вот он, он вошел, прожег, мы ожидание произошло. Мы ничего не видим, ничего не видим, поймите. Пойдем поделиться. Ну, давайте еще раз. Ну, все-таки вот то, что такая энергия огромная, да, вот это все-таки не как-то вот, ну, понятно. У тебя какая-то ерунда. Давай, выключай свой экран. Да, потому что мы видим почему-то Киркинского, а твоего экрана не видим. Ладно, Володь, выключай, действительно. Да, Киркинский выключил. Выключай. Все, ладно. Ну, в соответствии, как бы, то энергии... Володь, дайте я пару слов. Володь, свою презентацию выключи, пожалуйста. Андрей, ну, выключил ее. Закончи и выключил. Но я в тему. Ну, подожди, в тему. Значит, еще раз, Володь. Ну, вот, все-таки, если у тебя эта частица или там этот поезд, ну, вот, врезается в поверхность, ты говоришь, образуется кратер. Значит, а вот эта вот цепочка следа, все видят, что она какая-то довольно такая трассирующая, так сказать, траектория. Ну, как она образуется-то? А это вращение идет. И там не только трассирующие, там и прямые треки идут. Ну, хорошо, хорошо, хорошо. То есть, вот смотри, Толя, вот эта цепочка, она врезается, врезается, тормозится, а потом идет вот закручивание. Вот. И уже у тебя диаметр получается не вот такой вот, как она проходит, если она не тормозится, а вот такой уже проходит. Ну, подожди, ну, у тебя длина вот этой цепочки, смотри, значит, микрона, как ты говорил, там, напускать тысяча штук, там, сколько у тебя, миллион штук. Микроны. Микроны. А длина трека этого миллиметра, три миллиметра, три сантиметра. Ну, это не одно и то же. Нет, Толя. Дело в том, что вот когда она скрутилась и имеет такую кинетическую энергию, она делает себе канал. И как поршень туда засасывается воздух. Понимаешь, там создается вакуум. Ну, не знаю, кто понял. Считай, образовался поршень, и он просто прожигает вот этот канал. Не знаю. Братья свою энергию. Не знаю, понял ли кто-нибудь. Вот просто когда... Андрей Чистолинов ждет в очереди, так сказать, я ему сейчас дам слово. Толь, ну, вы-то поняли, Анатолий? Я тоже не понял. Я думаю, что если я не понял, то никто не понял. Вот смотри, вот смотрите, вот еще раз показываю. Вот тоненькая цепочка. Если она не чувствует преград, она совершенно спокойно проходит через кристаллическую решетку. Но когда мы имеем слоистую структуру, то она не всегда проходит. А, как правило, сразу начинает тормозиться. И что делает магнитное поле? Ее закручивает, и она становится вот такой уже цепочкой. А кинетическая энергия у нее колоссальная, потому что здесь и масса, и скорость не осталась. И она, прожигая вот этот плавя, вот этот поликарбонат, проходит около поверхности, если это, как говорится, под углом входит. Или проходит как лыжа, но потом с вращением начинает... Но тогда ты бы не на поверхности увидел трех, а внутри. Внутри, я и говорю, внутри прожигает. А люди увидят на поверхности. Прожигает около поверхности. Я даже посчитал и посмотрел. Андрей, где? Сколько от поверхности, Толя, у меня получилось 12 микрон. И вот уклон вот этот вот, который идет, прожигая его, порядка 7 микрон на расстоянии 5 миллиметров. То есть она пытается уйти. Ну вот, но я не уверен, что это так, по всей совокупности. А я тебе просто возьму, Толя, я возьму это самое. Только надо будет договориться с микроскопом. На миссии. У вас есть МИ-7 или МИ-4? Это металлоинтерферционный или металлографический микроскоп с увеличением 500, где у тебя есть микронная подача. По глубине... Владимир, все поняли. Давайте я кратенчик скажу. Значит, смотрите, я не поленился пересчитать вот те цифры, которые Владимир приводил по поводу кратера. А действительно, Анатолий Иванович прав в том плане, что, конечно, там испаряться может только небольшая часть вещества. Но об этом говорят эксперименты. Там по лазерной абляции, например, вещества. Действительно, небольшая часть может испаряться, остальное плавится. Этот расплав просто выносится из отверстий. Разбрызгивается. Разбрызгивается, да. Выносится за счет давления паров. Соответственно, если считать, что там расплавилось все, то там получается не 75 ТЭФ, а 10 ТЭФ. Это может считать оценкой снизу. Но все равно 10 ТЭФ – это очень большая энергия. А для того трека, который Владимир считал, там плавление поликарбоната, он считал как плавление. Там действительно похоже, что действительно 45 ТЭФ там будет. Еще я вспомнил, была работа Адаменко-Высоцкого. Там они тоже считали энергию, которая необходима для образования трека, который они там видели. Значит, там у них получалось порядка статы. И похоже, что вот эти вот все треки, которые вот видят царапин, мы видим, их надо, видимо, как-то в отдельный класс, что ли, выделить треков. Вот. Они все вот такого порядка от 10 до 100 ТЭФ вот такие вот энергии нужны для того, чтобы они образовались. Вот. В отличие от треков, которые мы на пленках видим, там достаточно ГЭВа было бы, наверное, или меньше. Вот. И как бы вот дальше возникает вопрос, откуда такая энергия. Ну вот, Владимир там своя версия на этот счет. Но есть еще и другая возможность. Дело в том, что очень многие на этих треках, и вот Владимир приводил данные о масс-спектрометрическом анализе, точнее, элементном анализе, да, скорее, вот в кратере, да, что вот именно на треках образуются новые элементы. И в кратере. Владимир, это тоже, значит, кто это делал? На треках я не слышал, что кто-то... Вот я сейчас перечислю людей, которые на треках наблюдали новые элементы. Это тот же Адамин Калевысоцкий. Трансмутация. Трансмутация, да. Ну, соответственно, новые элементы, которых не было в исходном веществе. Это Адамин Калевысоцкий. А чего там у Адамин Калевысоцкого-то не было вообще этих треков? Я... Нет. Почему? У Адамин Калевысоцкого, они там один... Единственный трек исследовали, но они исследовали его достаточно подробно и профессионально. Вот. У меня, кстати, в докладе я подробно именно про этот трек поговорю. Значит, у Адамин Калевысоцкого на треке они видели следы. У Солена были следы новых элементов, причем много. Но следы и треки у Солена не связаны. Нет, смотрите. Ну, вот я прямо слышал, вот он рассказывал про новые элементы именно на треке. Но с Соленым я разговаривал, спрашивал там треки. Я это слышал сам. И вот Ирина Борисовна... Я Адамин Калевысоцкого знаю в работе. Там у них действительно, так сказать, порядка 120 терраэлектрон вольт. Вот. Но я брал средний трек. Да, ну, да, да, я понимаю. Ну, я говорю, что по порядку... Я, честно говоря, занизил. И вот эти вот показания я занизил. Потому что я не знал глубину. Да нет, ну все понятно. Ну, мы сейчас по порядку, как говорят. Сначала, да, сначала я... Сейчас по порядку, как говорят. У меня 200 терра получился. И я немножко убрал радиус, потому что глубину не знал. Да, Владимир, можно я закончу просто предложение? Вот, и насколько я знаю, у Ирины Борисовны с Ватимовой тоже на треках наблюдались новые элементы. Вот она здесь присутствует. Да, да, вот кивает, да. Вот. Так что, по крайней мере, вот три человека я могу назвать. И четвертый у Владимира, вот, в его кратере. Вот так что вот. А выводы делайте сами. Может быть, может быть, доля энергии от реакции, которые там происходят, трансмутации, может быть, она не маленькая. Мы этого не знаем. Вот. Так что все, я закончил. Андрей, извини. Самое интересное... Ты все, да? Да, да, я закончил. Самое интересное, что не в кратере, а вот за кратером, вот та темная область, там образовались вот эти вот вещи. Тут ничего не могу прокомментировать. Это поднежалось. Поэтому... Ну вот, к сожалению, Боб отсутствует. Он хотел тебе показать его результаты с этими вот двойными кратерами. Ну, ладно, это оставим уже на... А дело в том, Толя, здесь я не стал упираться. Дело в том, что когда у тебя вот это вот резкое падение идет и закручивание, допустим, и с большой энергией, то вот этот вот мог просто кусочек вылететь и рядом сделать тот же кратер, но в меньшем размере, как мы и видим. Нет, но у него версия немножко другая, мы потом послушаем. Ну, версии, да. Ладно, господа, давайте все-таки... Вот я пока не могу отказаться от теории темного водорода. Потому что нейтральность заряда присутствует, магнитное свойство присутствует, наборка вот этой вот цепочки, она присутствует и объясняет терроэлектрон вольты. Как мы можем доверять, так сказать, вот возьмите один тяжелый электрон и попробуйте сделать такой трек. И все у нас не получится. Я голову уже ломал, ломал над этим, Толя. Ну, вот я последнее время разговаривал с Руцкоем, мы друзья по несчастью, он тоже сейчас ремонтирует глаза. Так вот, он о чем говорит, что вообще-то говоря, вот это то, что упоминал Андрей Чистолинов, дистанционное воздействие на распад химических веществ, дистанционное, с помощью странного излучения. Вот такие работы они делали с французами, часть работ была закрытых. Вот, они говорят о чем, что, значит, вот не обязательно позиция темного водорода, потому что любая сварка, любой электровзрыв трансформаторный, в котором там ни воды, ничего не было, там было масло, значит, ну вот вплоть до вакуумных разрядов, когда проволочина взрывалась в вакууме. Значит, ну, трудно представить, что там были созданы условия во всех экспериментах, где вот генерировался, значит, темный водород как таковой, значит, и вполне возможно, что физика, она, ну, действительно имеет магнитные свойства очень выраженные, я с тобой согласен. Темный водород, наверное, все-таки пока еще повременить можно, или надо сделать следующий шажок, значит, от магнитных моментов, которые предсказывает, допустим, Зателепин, значит, попробовать вот связать с тем, что ты наблюдаешь в своих экспериментах. Спасибо, значит, Чижову, осталось послушать. Можно чуть-чуть пояснил? Мы с Русской тоже в очень хороших отношениях стали, вот, после того, как, так сказать, провели там ряд, по началу, так сказать, иронических перепалок, вот. Вот, когда он мне сказал, я говорю, я хочу посчитать энергию, у меня получилось, говорю, полосальная энергия, я средний трек просчитывал, когда он мне написал, что, ну, что, средний хорошо, 90-60-90, то есть, дамский размер с его юмором, вот. Вот, но потом он понял, что, в общем-то, здесь не до юмора речь, вот, а когда с камерой Вильсона, он говорит, я только мечтаю об этом, ну, и, в общем, с этим мы потом все, как говорится, подружились и общаемся. Значит, по поводу взрывов титановых проволочек, что я могу сказать, что титан колоссальный генератор, не генератор, а ассорбер водорода, даже есть установки специально сделанные для... Это известно, Володь, но на водороживание титанов занимались многие, это известно. Нет, не на водороживание, ты не можешь оттуда избавиться полностью от титана, всегда там сидит, он всегда там сидит. Я сказал о другом, что любой электровзрыв, любой трансформаторной будки, он сопровождается, были случаи, когда вот химические там склады взрывались. Я сказал о другом. Ладно, давайте пока, время уже у нас 21 час. Ирина Борисовна, мы вам, вас просим, вы обещали разъяснение дать, вот, значит, показать характерные осциллограммы, которые вы обещали, вот, и ответить за телепину на его вопрос, какая частота там была, параметры разряда в вашей установке. Спасибо за обсуждение. Я по поводу глаз хотел сказать. Катаракта, действительно, я уже поставил себе уже хрусталик, а для меня поставил хрусталик, значит, и волок поставил. Так что это объективная реальность, и вот я действительно вот почеснул, ухочил вот в процессе этих экспериментов, я резко подсел, пришлось поменять хрусталик. Хуже, хуже, вот, но сейчас пока Ирина ищет, я должен сказать, что вот, когда мы работали в Германии, значит, ну, я уже рассказывал, были плачевные эксперименты на люди. Команда состояла из десяти человек, и те, кто сидели вот лицом, в одном метре от реактора, лицом, вот, был такой вот Истегнеев Николай, он сидел вот прям одним боком к этому реактору. Так вот, этот вот, после, значит, после эксперимента, через месяц, все почувствовали отвратительное состояние, все бегали по врагам, значит, слабость ужасная, значит, врачи ничего не могли определить, а у Коли Истегнеева, вот, все лицо, то есть, значит, ему сказали, что это вот, ну, некое, а глаз, глаз воспалился настолько, что вот, как же она называется-то, вот, болезнь? Вот слои на сетчатке еще есть вариант? Нет, там, там же у него кожа сожжена была с этой стороны, кожа сожжена, не только в глазах дела, а лицо, кожа сгорелась. Ему, значит, распространился так, что... Псориаз какой-нибудь. Значит, на лице. Ну, только псориаз какой-нибудь. Чёрный, который кряп. Ну, так что, вот, здесь это опасно. Кроме того, вот, мы из воды стоим на 80%, вот, вода тоже, как бы, вот, заряжается от этого. И там, в видеобменные процессы, метаболизм тоже на это влияет как-то. Это мне Евойлов говорит, что он воду эту, кстати, пил, он говорит, что улучает состояние организма. Заряженную воду около реактора, около дугового разряда, точнее, так будем говорить. Откуда вылетали эти странные частицы. Давайте Ирину, давайте Ирину послушаем. Да, всё, спасибо. Ирин, микрофон включите, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. У меня, вот, как бы запущено... Не видно мой экран? Вот осциллограмму. Нет? Виден экран. То есть, вот осциллограмма видна? Нет? Да, да, видно. Ну вот. Значит, у меня не... Можно мне говорить? Ирин, можно говорить, Климов вылетел из зума. Ир, мы вас слушаем. Хорошо. Значит, вот на осциллограмме у меня не получилось. Я могу только вот в WhatsApp, получается, пересылаю на почту, не получается демонстрация, ну, видео. А вот на этой осциллограмме, ну, таких тьма, ну, значит, видно, что вот период 5,8 нс, вот топ по этому на экране, он 2,5 ампера, напряжение 2,5 киловатта вот от нижней части экрана. Экрана до этого. И частота вот на кривой напряженности показывает, кривое напряжение показывает 2,6 мегагерца. Вот. А вот, значит, демонстрацию с телефона, конечно, глупо, но вот, значит... Ир, мы там ничего не увидим. Мы ничего там не увидим. Нет, нет, значит, ну, чего, видно, что... Вот, Ирин, я вижу, что у тебя сильно зашумленный сигнал, то есть там дребезг идет страшнейший. То есть это плохие измерения, так и напряжение. Расстояние между импульсами 20 микросекунд, это приблизительно у тебя там 50 килогерц идет сигнал. Значит, ну, все остальное у тебя написано, значит, ну, посчитать мощность трудно, невозможно при таких случаях. Ирин, а вот у меня, Ирин, вот извините, у меня вопрос есть. У нас тоже такие же остелограммы были на никель водородных. Значит, вот это вот вниз загибается, вот синий этот самый канал. Это... Как вы объясняли вот этот загиб? Никак не объясняю. Значит, шум этот появляется вот когда не стационарное. Вот если на кому-нибудь интересно, я по WhatsApp могу прислать, потому что там даже не объяснишь, что происходит. Ну, понятно, Ирина, ты не специалист, понятно. То есть тебе делал генератор кто? Вы откуда брали? Стандартный, покупной? Нет, нет, это Пестер делал. А, то есть это такая, ну, по сути дела, лабораторная разработка. Да, да, вот будет сделан нормальный, но в ближайшее время. Ну, все понятно. Ирин, теперь вот вопрос у меня по твоему выступлению. Значит, вот твое мнение, что все-таки если работать надо с отнормированными разрядами, как ты выяснили. В интенсивности нормированной, потому что они, ну, учитывают именно, ну, в общем-то, вот в каждом, вот в каждом, вот в каждой табличке, даже когда анализируем, мы задаем вполне определенный набор масс, которые мы анализируем. Вот по этим таблицам, ну, даже я сейчас, наверное, вот перейду. Вот, ну, например, вот здесь был набор масс, ну, от 50 до 79, то есть то, что у нас хорошо получилось, ну, там, где мы обнаружили, при первых исследованиях обнаружили, ну, изменения значительные. И остальное, вот, массы от 180 до 210. Вот, ну, вот, когда мы просто берем набор, то, ну, в общем, в каждом, даже, даже, даже как-то я сейчас затрудняюсь объяснить. Ну, хорошо, то есть твое мнение, что надо вот методически правильно делать отнормированные сигналы. Ну, вот, как я делаю и те, и другие, можно сравнивать. Потому что… Ну, понятно, то есть ты к одной базе привозишь, чтобы можно было сравнивать и низкую массу, и высокую массу. Причем, причем, вот, сразу видно, вот, хорошо, что правильные результаты, что у нас изменения, вот, когда мы сравниваем свинец, который основная масса, он идет единица в основном. Но вот, как сейчас сказал Андрей Чистолинов, очень правильно вы когда-то с ним общались, что разбрызгивание идет при лазерной абляции, а этот у нас масс-спектрометр, он с лазерной абляцией. Поэтому вот вторая, например, ну, в общем, короче говоря, здесь вот строчка третья, там идет отношение в несколько раз измененное. То есть это вот именно летела масса такая, и мы даже старались выкидывать эти вот, ну, результаты. А на самом деле это вот именно летит, вот, ну, такой комплекс сразу, не индивидуальный атом регистрируется, и он вернее, а целый комплекс. Вот, ну, понятно. Значит, вот твои рекомендации все-таки работают с отнормированным материалом, и она все-таки адекватно описывает физику, вот, насколько я понял. Правильно? Да, да. Вот получается, что у нас все, ну, вот, вот, например, по тому же вольфраму, все изотопы практически пять, но с долями такими-то, то есть в пять раз изменения. А вот алюминий, кстати говоря, вот форму, которая была приведена, значит, когда распад свинца на вольфрам и алюминий, вот по вольфраму, по алюминию практически четыре. Если еще считать, что он легкий, он мог улететь раньше немножко и не зафиксироваться так, но, в общем-то, один порядок в пять и в четыре раза изменяется. Ирина, вот такой простой дурацкий вопрос. Вот ты баланс смотрела, вот тяжелые у тебя, значит, изменялись там, ну, я так понимаю, они что там, увеличивались или уменьшались тяжелые? Значит, смотря, что мы смотрим. Вот когда мы смотрели свинец, свинец распадается. Вот, 208, там, меньше единицы, там, где там? Ну, это, нет, ну, это на мелочи, на эти не обращали внимания. То есть это, считаю, что это в пределах... Ага, но все-таки у тебя вот баланс-то сходился, вот увеличение концентрации и уменьшение концентрации. Ну, вот близко, вот я как раз здесь вот и демонстрирую, что вольфрам, значит, вот как вольфрам, ну, вот по формуле, если считать, что, ну, сходится хорошо, свинец распадается на вольфрам и алюминий. И вот, ну, близкое изменение. Понятно. Ну, вот теперь ты, наконец, произнесла ясно, что мы должны понять. То есть если предположить, что свинец распадается на алюминий и вольфрам, ну, в общем, вот становится понятно, что... Да, и второй вариант на вольфрам и магний. И вот магний тоже 5, вот они тоже хорошо совпадают. Они по формуле тоже так, как получается. Все стало на свои места. Спасибо. Есть к Ирине вопрос еще? Юрий Евдокинов, вы не опустили руку, да? И Кащенко тоже, Михаил, не опустили. Это я просто не опускал руку, они уже как бы не участвуют. Нет, нет, я по поводу Чижова хотел два слова сказать. Нет, нет, значит, давайте так. Все-таки мы уже заседаем, так сказать, ну, перебор по времени. Валерий Николаевич, я, наверное, сотрелся в порошок. Мы пришли, значит, исчерпали повестку. Значит, ну, вот все-таки, мне кажется, дискуссия была полезной и по белозащите, и по, значит, вот... Алло, слышно, да, всем? Слышно хорошо тебя. Слышно тебя хорошо. Вот, значит, ну, я тоже вроде всех вижу теперь, наконец. И, значит, ну, к сожалению, пассивная часть населения велика осталась. Давайте отработать наш круглый стол для будущих, вот, значит, конференционных дней так, чтобы все-таки дискуссии были интересны всем. Раз, вот эта повестка дня была выработана не так, как все сегодня получилось. Я считаю, ну, эту повестку озвучил я, и никто не поправил. Это плохо. Значит, чтобы было всем интересно это было, и чтобы все могли внести вот вклад во что? Нам самое главное продвинуться в области холодного синтеза. А я напоминаю, наша конференция называется «Холодная трансмутация химических элементов». И, возможно, связь с шаровой молнией, вот это, так сказать, этого явления, этих двух явлений. За границей там много сейчас перешли на плазмоидное объяснение и треков, и трансмутации, и вообще вот всех экзотик, которые... То есть мини-микро-шаровые молнии вроде вот с позиции там Мацумота, они дальше сейчас прогрессируют. Боб это вот воспринял вообще, так сказать, на ленец, носит везде, значит, что вот шаровая молния в виде кольца, так сказать, и она может все объяснить. Ну вот мы послушаем, значит, на следующих конференционных днях, и тогда вот этот круглый стол, может быть, мы увидим связь в конце конференции, вот на связь двух этих интересных слабоизучных явлений. На этом я хочу закончить, вот, значит, круглый стол. Если у Валерия Николаевича есть какие-то еще вопросы, пожелания, ну, обычно он у нас закрывает окончательно. Да, ну, нет, все, Толя все сказал, я только единственное хочу сказать, что завтра Анатолий Иванович ложится на операцию, и поэтому мы конференцию будем кончать, значит, без него, может быть, Толя, тебе же один только глаз сделают, правильно? Только один. Поэтому вторым-то ты будешь смотреть, поэтому ты как адмирал Рэнсен, я думаю, в конце уже будешь готов, значит, к пятнице будешь готов завершать конференцию. Пожелаем ему удачи. Друзья, спасибо, на этом я закрываю запись, и завтра в 12 часов всех ждем на конференцию. Спасибо. До свидания. До свидания.